12 глава книги Немии Вот священники и левиты, которые пришли с Зарававелем, сыном Салафииловым и с Иисусом, и дальше перечисляется до 7 стиха имена священников, это главы священников и братья их во дни Иисуса. А левиты, Иисус, Беннуй, Кадмиил, Шеревия, Иуда, Матфания, главные при словословии, он и братья его, и Багбукия, и Унни, братья их, наряду с ними, державшие стражу. И дальше опять идет перечисление имен левитов до стиха 21, теперь я читаю 22 стих. Левиты, главы поколений, внесены в запись во дни Елеашива, Иоаннады, Иоханана и Иаддуя, и также священники в царствовании Дария Персидского. Сыновья Левия, главы поколений, вписаны в летописи до дней Иоханана, сына Елеашивова. Главы левитов, Хошавия, Шеревия и Иисус, сын Кадмиила, и братья их, при них поставленные для словословия при благодарениях, по установлению Давида, человека Божия, смена за сменой. Матфания, Бакбукия, Овадия, Мешуллам, Талмон, Акув, стражи-привратники на страже у порогов ворот. Они были во дни Иоакима, сына Иисусова, сына Ясидекова, и во дни области начальника Неемии и книжника Ездры, священника. При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со словословиями и песнями при звуке кемвалов, псалтирей и гуслей. И собрались сыновья певцов из округа Иерусалимского и из сел Нетофавских, и из Беф-Гаггилгала, из полей Гевы и Азмевета, потому что певцы выстроили себе села в окрестностях Иерусалима. И очистились священники и левиты, и очистили народ и ворота и стену. Тогда я повел начальствующих в Иудее на стену и поставил два больших хора для шествия, и один из них шел по правой стороне стены к навозным воротам, за ними шел Гошайя и половина начальствующих в Иудее. И перечисляются опять в трех стихах имена. С музыкальными орудиями Давида, Человека Божьей, книжник Ездра впереди их. Подли ворот источника против них они взошли по ступеням города Давидова, по лестнице, ведущей на стену сверх дома Давидова, до водяных ворот к востоку. Другой хор шел напротив их, а за ними я и половина народа по стене от печной башни и до широкой стены. И от ворот Ефремовых мимо старых ворот и ворот рыбных, и башни Ханаа Нела, и башни Меа к овечьим воротам и остановились у ворот темничных. Потом оба хора стали у Дома Божья, и я и половина начальствующих со мною, и священники Елиаким, Маосея, Миниамин, Михей, Ели, Оэнай, Захария, Ханания с трубами. Маосея, и Шемайя, и Елиазар, и Уззий, и Оханан, Малхия, Елам и Езер. И пели певцы громко, главным у них был Израхия. И приносили в тот день большие жертвы, и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно. В тот же день приставлены были люди к кладовым комнатам для приношения начатков и десятин, чтобы собирать с полей при городах части, положенные законом для священников и левитов, потому что иудеям радостно было смотреть настоящих священников и левитов, которые совершали службу Богу своему и дела очищения, и были певцами и привратниками по установлению Давида и сына его Соломона. Ибо издавна во дни Давида и Асафа были установлены главы певцов и песни Богу, хвалебные и благодарственные. Все израильтяне во дни Зарвавеля и во дни Неемии давали части певцам и привратникам на каждый день, и отдавали святыне левитам, а левиты отдавали святыне сынам Аарона. Продолжение следует...